добрый день уважаемые читатели а теперь и слушатели библиотеки правовой и экономической информации напоминаю вам что наша библиотека продолжает заниматься просвещением во всех возможных формах и в том числе и в онлайн формате отдельно хочется отметить необычный характер нашего сегодняшнего общения в отличие от обычных наших бесед где мы много рассуждаем на исторические и культурологические темы сегодня наш разговор будет иметь очень прикладной характер любителям исторических бесед я напоминаю о том что в этом году уже вышло две полноценные и очень по-своему интересные аудио лекции которые можно послушать в нашей группе вконтакте это во первых псковская судная грамота в которой мы беседуем о источниках древнерусского права и вторая аудио лекция стенка разин и его воровская судьба в которой мы обсуждаем бунтаж не 17 век в истории нашего отечества но сегодня уважаемые слушатели нас ждет беседа о правовом статусе ветерана труда в российской федерации мы обсудим какими нормативными актами регулируется этот статус кто претендует на его получение и какие процедуры необходимы для того чтобы этот статус приобрести полезно наша беседа будет самым широким возрастным групп поэтому если ваш трудовой стаж насчитывает многие годы прислушайтесь повнимательнее возможно скоро вы сможете приобрести статус ветерана труда и многочисленные льготы связанные с ним которых мы тоже сегодня поговорим ну а если вы еще совсем юны то эта беседа будет также для вас полезна ведь вы сможете ею поделиться возможно со своими старшими коллегами или родственниками и так всеобщая декларация прав и свобод человека от 1948 года закрепила весь исторически известный комплекс прав человека международный пакт об экономических социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года вступил в силу в советском союзе в 76 году он закрепил право каждого человека на достаточный жизненный уровень для него и его семьи включающие достаточное питание одежду и жилье об этом говорит нам статья 11 этого документа право на социальное обеспечение закреплено в конституции российской федерации провозгласивший что российская федерация является социальным государством политика которого направлен на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и достойное развитие человека это статья 7 конституция российской федерации включает и право на социальное обеспечение статья 39 конкретизирует это положение указывая на объективные обстоятельства и случаи и закрепляя их закон наличие же соответствующих федеральных законов является необходимой гарантией для реализации гражданами своего конституционного права к системе социального обеспечения в современной россии следует относить все виды пенсии пособий компенсационных выплат социальное обслуживание а также медицинскую и лекарственную помощь санаторно-курортное лечение также различные льготы для отдельных категорий граждан следовательно эта система это не только политика социально-экономических мер гарантирующих социальную защиту граждан но это и часть общефедеральной системы более высокого порядка социальная защита населения то есть социальная защита населения это система мер правового социально-экономического и организационного характера гарантируемая и реализуемая государством для обеспечения достойной жизни человека правовые гарантии социальной защиты же ветеранов в российской федерации устанавливает федеральный закон от 12 января 1995 года номер 5 фз на ветеран большое значение целях создания правовых гарантий социальной защиты ветеранов приобретают принятые в исполнении положения этого закона законодательные и подзаконные нормативные акты составляющие систему правового регулирования социальной защиты ветеранов теоретические аспекты правового статуса ветеранов нельзя признать достаточно изученными юридической наукой россии имеющиеся исследования посвящены либо только практическим аспектом исполнения законодательства ветеранов в том числе ветеранов труда конечно же либо рассматривая проблему ветеранов в контексте общей проблемы социальной защиты лишь как отдельный аспект данной проблемы ветераны от латинского ветеранус граждане российской федерации а также иностранные граждане и лица без гражданства проживающие постоянно на территории российской федерации и имеющие заслуги перед государством военной или трудовой деятельности термин ветеран может означать вот в древнем риме например это солдат отслуживший срок в армии ветераны тогда на землю наделялись землей в италии или провинциях или получали денежные вознаграждения также права римского гражданства и освобождались от различных повинностей вторая группа определяющая этот термин понятий включает в себя старого опытного воина участника войны в прошлом ну и в третьих ветеран это человек долго проработавший на каком-нибудь поприще анализ федерального закона о ветеранах показывает что правовой статус ветерана в российской федерации не только отграничивается от правовых статусов граждан иных категорий например депутатов военнослужащих государственных гражданских служащих работников правоохранительных органов но делится внутри на правовые статусы ветеранов различных категорий и групп это например ветераны великой отечественной войны ветераны боевых действий ветераны военной службы ветераны государственной службы ну и конечно ветераны труда которые нас сегодня будут интересовать больше всего критерии внутреннего деления правового статуса ветеранов с учетом того в какой сфере государственно значимой деятельности они приобрели заслуги перед государством могут быть дополнены еще и критериями правосубъектности, то есть правовыми нормами, определяющими круг лиц, пользующихся этим статусом. Специальный правовой статус ветерана – это нормативно закрепленный статус личности, на основе которого у личности ветерана, как субъекта права, появляются такие специфические права, свободы, обязанности и законные интересы, которые конкретизируют и дополняют или ограничивают его общий правовой статус. Следует отметить также, что одно и то же конкретное лицо, то есть гражданин, может быть носителем одновременно различных специальных статусов, в зависимости от тех социальных позиций, которые он занимает в обществе. Например, гражданин, проходящий военную службу, выполнявший ранее задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и имеющий выслугу лет на военной службе 20 лет и более, одновременно является носителем нескольких их специальных статусов. Статуса военнослужащего, статуса ветерана боевых действий, статуса ветерана военной службы. Таким образом, статус ветерана труда в Российской Федерации представляет собой совокупность дополнительных прав, гарантий, социальной защиты и мер социальной поддержки, установленных государством, отдельным категориям граждан, с учетом их заслуг, добросовестного труда в целях обеспечения им достойного уровня жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе. А также с точки зрения структуры, правовой статус ветерана труда в Российской Федерации состоит из общей части, относящейся к правовому статусу гражданина России, специальной части, представляющей собой совокупность общих для всех категорий ветеранов мер социальной поддержки и особенной части, характеризующей правовое положение ветеранов определенной категории, единичной части, включающей в себя особенности правового положения конкретного ветерана. Но давайте вернемся к нашему федеральному закону, а именно статье 7 федерального закона о ветеранах. По ней ветеранами труда являются лица, во-первых, имеющие удостоверение ветерана труда, награжденные орденами или медалями, либо удостойные почетных званий СССР, либо Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде, и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, по старости или за выслугу лет. Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Далее в этой статье сказано, что порядок и условия присвоения звания ветеран труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Для примера давайте приведем некоторые нормативные акты субъектов Российской Федерации. Так, в нашей столице, в городе Москве, в Московской области порядок и условия присвоения звания ветеран труда определяются постановлением правительства Москвы от 27 июня 2006 года номер 443 о присвоении звания ветеран труда вместе с положением о порядке и условиях присвоения звания ветеран труда и постановлением правительства Московской области от 2006 года номер 655. На Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера и приравненном к ним субъектам Российской Федерации приняты и действуют свои нормативные правовые акты по порядку и условиям присвоения звания ветеран труда. Приведу некоторые из них. Например, закон Амурской области от 2006 года номер 192 ОЗ о присвоении звания ветеран труда и постановление губернатора Амурской области тоже от 2006 года номер 331 о порядке присвоения звания ветеран труда. Закон Камчатской области от 2006 года номер 488 о порядке и условиях присвоения звания ветеран труда в Камчатской области, закон Магаданской области, постановление губернатора Приморского края от 2007 года номер 9, постановление губернатора Хабаровского края от 2006 года номер 156 о порядке присвоения звания ветеран труда в Хабаровском крае. В Сахалинской области порядок и условия присвоения звания ветеран труда определены следующими нормативно-правовыми актами. Законом Сахалинской области от 21 декабря 2006 года номер 117 ЗО о звании ветеран труда Сахалинской области, в котором сказано, что звание ветеран труда Сахалинской области присваивается гражданам, имеющим календарный трудовой стаж в Сахалинской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, или исключением лиц, уволенных за виновные действия или отбывших наказание в местах лишения свободы, а также получающих пенсии по иным основаниям, либо получающих доплату к пенсии. Решение о присвоении звания ветеран труда Сахалинской области, либо об отказе присвоения данного звания, принимается администрацией Сахалинской области в течение 15 дней со дня поступления документов. Уведомление об отказе в присвоении звания ветеран труда Сахалинской области в пятидневный срок после принятия соответствующего решения высылается уполномоченным органам исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим социальную защиту населения, заявителю с указанием причин отказа. Представленные заявителем документы прилагаются к указанному уведомлению. Ну а что же в нашем любимом и родном Санкт-Петербурге? А в нем, в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 27 сентября 2006 года, номер 447-70, о порядке и условиях присвоения звания ветеран труда, звание ветеран труда присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном правительством Санкт-Петербурга. Кому? А именно, награжденным орденами или медалями Советского Союза или Российской Федерации, и имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, а также удостоенным почетных званий Советского Союза или Российской Федерации, и имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, учитываемый для назначения пенсии или выслугу лет необходимый для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, Также награжденным почетными грамотами президента Российской Федерации или удостоенным благодарности президента Российской Федерации и имеющим трудовой, он же страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, учитываемый для назначения пенсии или выслугу лет, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. Награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде, службе и продолжительную работу или службу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, отрасли экономики и имеющим трудовой и страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, учитываемый для назначения пенсии или выслугу лет, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, а также начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Указанные граждане представляют документы, подтверждающие основания для присвоения звания ветеран труда, а именно документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий Советского Союза, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде. 2. Необходимы документы, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин или пенсии за выслугу лет. 3. Гражданам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, звание ветеран труда присваивается на основании документов, подтверждающих, 1. Начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время работы на временно оккупированных территориях. 2. Трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Итак, уважаемые слушатели, давайте теперь мы все вышесказанное, все вышесказанное мною о законодательных нормативных актах, все цитаты, которые я произнес, переведем в более живую плоскость и постараемся как бы переосознать и понять для себя, что же делать, чтобы получать все соответствующие льготы, как получить удостоверение ветерана труда. 3. Переведем, так сказать, с законодательного языка на наш живой язык общения. Первое, что нам надо с вами подытожить, что статус ветерана труда уже много лет считается одним из методов поддержки, отличившихся в работе Россия. И обладатели этого статуса, значит, располагают возможностью оформить разные льготы, о которых мы тоже поговорим, которые не только облегчают повседневную жизнь, но и способствуют улучшению финансового положения. 4. Ветеран труда звания, отмечающая россиян, добросовестно трудившихся множество лет. 5. Оно было введено, когда начал действовать федеральный закон 12 января 1995 года. В СССР, кстати, несмотря на парадоксальный культ труда, который там существовал, вот в СССР подобного звания не существовало. Был специальный орден, который служил своего рода моральным поощрением, но он не давал возможности оформить какие-либо пособия. Его утвердили в 1974 году и выдавали тем, кто в детском возрасте работал во время Великой Отечественной войны. 6. Также орден получали люди, добросовестно исполняющие свои рабочие обязанности на протяжении множества лет. 7. Работники колхозов, служащие, чьи заслуги в работе были признаны государством и т.д. 8. Гражданин, который был представлен к награде, приобретал не только орден, но и соответствующие документы. 8. Условия, по которым гражданин вправе стать почетным тружеником, указаны в федеральных законах. Соответственно, с ними возможность приобретения статуса есть у тех, кто начал работать до наступления 18 лет во время Великой Отечественной войны и отработал минимум 40 лет для лиц мужского пола и 35 для лиц женского пола. 9. Звание федерального значения присваивается тем, кто награждался орденами Советского Союза либо Российской Федерации, удоставился почетного звания, награждался почетной президентской грамотой, удоставился президентской благодарности, награждался знаком отличия ведомства за рабочие, служебные заслуги и длительный труд и службу, минимум 15 лет в какой-либо области. 10. Итак, какой же нужен стаж для получения этого статуса? В середине лета 2016 года законодательные требования стали немного жестче. Знаки отличия ведомств дают возможность стать почетным тружеником исключительно тогда, когда представленный к награде россиянин отработал или отслужил хотя бы 15 лет в соответствующей сфере. 10. Данное правило не располагает обратной силой, то есть не касается людей, представленных к награде до 30 июля 2016 года. 10. Претендент на приобретение статуса почетного труженика должен располагать обязательным трудовым стажем. 10. Минимальный стаж для тех, кто стал трудиться в несовершеннолетнем возрасте, был указан нами выше. 11. Для прочих групп россиян минимальный стаж равняется 25 годам для лиц мужского пола и 20 годам для лиц женского пола. 11. Примерно 1000 наград предоставляют возможность приобретения звания почетного труженика. 12. Все их можно поделить приблизительно на такие категории. 12. Ордена, медали, почетные звания, ведомственные награды России, ведомственные награды Советского Союза и редкие награды. 13. Стать ветераном труда, не имея наград, возможно. 14. Однако для этого нужно начать работать еще в детском возрасте, причем во время Великой Отечественной войны. 14. Также необходимо накопить достаточно большой трудовой стаж. 14. 40 и 35 лет для мужчин и женщин соответственно. 15. В любом регионе государства имеется свое положение о ветеранах труда. Мы о них с вами уже сказали. Вспомнили и Приморский край, и Москву, и Санкт-Петербург. 15. Это положение можно прочесть как в заведениях соцзащиты по месту прописки, так и на интернет-ресурс. 15. Например, в нашей замечательной библиотеке правовой и экономической информации, воспользовавшись правовой виртуальной базой «Консультант Плюс». В этом положении указано, как оформлять статус, какие бумаги требуются подготавливать. 16. Однако есть стандартный комплект бумаг, которые придется подготовить для приобретения звания почетного труженика. 16. Какие же бумаги? 17. Во-первых, конечно же, общегражданский паспорт Российской Федерации, как и всегда. 17. Во-вторых, документы, удостоверяющие наличие рабочего стажа. 18. Фотоснимки паспортного формата. 18. Кроме того, понадобится подготовить наградные знаки, на основании которых оформляется статус. 19. Если подачу заявления осуществляет не сам получатель звания, а его доверенное лицо, потребуется сделать доверенность нотариальной конторе, то есть именно нотариальную доверенность в непростой письменной форме. 19. Также представителю заявителя будет нужно подготовить свой паспорт перед визитом в государственное заведение. 20. Подачу ходатайства и комплекта документов нужно осуществлять в учреждении соцзащиты по месту прописки. 20. После того, как ходатайство составлено, назначается заседание комиссии, рассматривающей ходатайство россиян на оформление статуса. 21. Когда комиссия рассмотрит поданное заявителем ходатайство и вынесет свое решение, она отправит уведомление гражданину. 21. Поданные бумаги будут возвращены заявителем. 22. Срок, в течение которого принимается решение, зависит от субъекта Российской Федерации. 23. К примеру, в столице решение принимается не позже, чем спустя 10 суток после получения сотрудниками учреждения социальной защиты ходатайства. 23. Ну а в какой-нибудь Брянской области, вот к примеру, в Брянской области принятие решения может занять 15 суток. 24. Если комиссия принимает положительное решение, она оформляет распорядительное постановление. 24. Теперь гражданину нужно будет повторно прийти в учреждение социальной защиты для получения удостоверения. 25. Этот документ представляет собой бланк установленного образца. 26. Если россиянин потеряет удостоверение, ему понадобится подать заявление в учреждение, где документ был выдан и выдачен дубликатного удостоверения, что абсолютно разумно, будет осуществляться абсолютно бесплатно. 26. Отказ в оформлении звания возможен только в следующих ситуациях. 27. Во-первых, заявитель не соответствует перечисленным в российских законах требованиям, но тогда и подавать, конечно, не стоило. 28. Во-вторых, отсутствие регистрации в населенном пункте, в котором подано ходатайство. 29. В-третьих, истечение периода действительности бумаг, прикрепленных к ходатайству. 30. Ну и, конечно, указание в заявлении ложной информации, использование поддельных документов, также приведет к отказу. 31. При отказе комиссия приводит письменную аргументацию того, что ее решение правомерно ссылается на российское законодательство и указывает причину отказа. 31. Заявитель обязательно будет оповещен о принятом решении. Обычно для отправки уведомлений используется почтовая служба. 32. Телефонные звонки не принимаются, так как не считаются официальным способом уведомления граждан о принятом комиссии решения. 33. Государство, конечно же, после получения вами документа соответствующего, будет предоставлять поддержку. 34. Что именно? 35. Во-первых, бесплатно обслуживаться в медицинских учреждениях. 36. Во-вторых, получать отпуск в то время года, которое удобно для них. 36. В-третьих, бесплатно ездить в муниципальных транспортных средствах, если подобная льгота предусматривается. 37. Законными субъектами России. Это очень важно. 37. В нашем с вами конкретном случае, для тех, кто так же, как и я, проживает в Санкт-Петербурге, мы смотрим, конечно же, наш петербургский локальный акт. 38. Во-вторых, конечно же, получать 50% скидку на оплату услуг ЖКХ, что так важно в современных условиях, когда тарифы ЖКХ каждый год поднимаются. 39. И бесплатно проходить зубопротезирование муниципальных клиник. 39. Отдельно я вам расскажу о тех льготах в самом конце нашей беседы, которые положены ветеранам труда в области налогообложения. 40. Это, кстати, тоже очень полезные и важные льготы. Но об этом скажем чуть попозже. 41. Вообще, административно-управленческие аппараты регионов России вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки. 42. Так, в Московской и Ленинградской областях почетные труженики раз в 30 дней получают определенную денежную сумму. 43. Оформлять звание ветерана труда нужно обязательно, если есть возможность. 44. Статус позволяет получить множество льгот, социальную защиту. 44. Обычно пенсионеры располагают гораздо более узким кругом получаемых льгот. 45. Ну, согласитесь, хотя бы 50% скидка на оплату услуг ЖКХ уже является достаточным поводом для того, чтобы получить этот статус. 45. К тому же, я вам уже только что сказал, что если вам, например, по каким-то причинам не хочется заниматься этим лично, 45. А вы заслуженный труженик, которому государство хочет и обязано даже предоставить эти льготы, 45. Ну, попросите вы кого-то из своих родственников, близких людей и оформите на него нотариальную доверенность, 46. Все необходимые действия сделают за вас. 46. Итак, как получить звание ветеран труда-то в конце концов, да, что самое главное? 47. Тем, чья трудовая деятельность в несовершеннолетнем возрасте началась в период Великой Отечественной войны, 47. И лицам, имеющим установленные в данной статье закона награды, почетные звания, благодарности президента Российской Федерации и другие ведомственные знаки отличия. 48. Тут надо сказать о видах наград, какие грамоты нужны для получения ветерана труда, а также знаки отличия, ордена и медали. 49. В общих чертах об этом написано в пункте 1 статьи 7 федерального закона номер 5 ФЗ. 50. Но все детали нужно искать, конечно, опять-таки в региональном законодательстве. 51. Например, для столичных ветеранов труда постановление правительства Москвы и в нем перечислены следующие награды. 52. Ордена и медали, почетные звания, грамоты и благодарности, выданные от имени президента Российской Федерации, а также ведомственные награды. 53. Еще раз, какой стаж нужен для получения ветерана труда? 53. Еще раз повторяю, если кто-то забыл. 54. Для тружеников Великой Отечественной войны такой стаж составляет не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. 54. Для лиц, имеющих специальные награды, перечисленные нами выше, заявителю необходимо подтвердить стаж двух видов. 55. Страховой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. 56. Стаж работы в отрасли не менее 15 лет. 57. Рассматривает документы и принимает решения о выдаче удостоверения орган социальной защиты. 58. По-старому их называли СОБЕС региона, в котором зарегистрирован будущий ветеран. 59. Хотя сегодня они могут называться иначе. Департаментом, комитетом, городским отделом, даже министерством. 59. Некоторые полезные адреса вы можете всегда найти в многофункциональном центре своего района. 59. Ну и в конце, как я и обещал, скажем немножечко о налоговых льготах, которые положены ветеранам труда. 60. Потому что вот как раз таки о них знают еще даже меньше, чем о тех льготах, которые положены обычным ветеранам труда. 60. Ну вообще, конечно, налоговые льготы для ветеранов труда – это шанс уменьшить суммы налогов, взимаемых с физических лиц. 61. С транспортного, земельного, имущественного. Условием для этого в ряде случаев является наличие удостоверения. 62. Иногда достаточно просто быть пенсионером. 63. Их получателями являются ветераны труда, то есть те, кто в соответствии с законом получил соответствующее удостоверение. 64. Как это сделать, мы с вами сказали выше. 64. В соответствии со статьей 7 федерального закона, номер 5 ФЗ – это лица, имеющие соответствующее удостоверение и орден, медаль, то есть почетную грамоту. 64. Все, что мы выше перечислили. 64. Сюда же относятся те, кто получили ветеранов труда, начав работать еще во время Великой Отечественной войны. 64. Стоит иметь в виду, что герой труда освобождается от налогов на других основаниях. 64. Приравнивание здесь не допускается. Обратите, пожалуйста, на это внимание, уважаемые слушатели. 64. Итак, список налоговых льгот. 64. Статья 22 ФЗ, номер 5, предписывает искать меры социальной поддержки данной категории граждан всегда в региональном законодательстве. 64. Однозначного ответа на вопрос, от каких налогов освобождаются ветераны труда, дать невозможно, потому что мы не знаем, какой конкретно ветеран труда слушает эту беседу сейчас. 64. Поэтому я просто скажу выборочный набор, а вы уже в своем региональном законодательстве для себя узнаете, какие конкретно вам положены льготы. 64. Конечно, транспортные средства. Часто звучит вопрос, платят ли налог транспортные ветераны труда. И в большинстве случаев ответ на него положительный. 64. Но вот несколько регионов уменьшают процент взимания. 64. Так, в Московской области 50%, например, снижают процент транспортного налога. 64. А вот в Хабаровском крае все 100%. 65. Послабление распространяется только на одно средство передвижения. 66. Возможно, ограничения по мощности двигателя. Их следует уточнять в каждом конкретном случае. 66. Ну, например, в МФЦ можете попробовать узнать ответ на этот вопрос. 66. Или в Публичном центре правовой информации при библиотеке, если у вас такой есть рядышком. 66. Про земельные участки. Что нам надо сказать? 67. В настоящее время земельный налог для ветеранов труда предусмотрен к уплате в полном объеме. 67. В письме Министерства финансов от 2015 года подчеркнуто, что эта категория не поименована среди тех, кто вправе уменьшить налоговую базу на 10 тысяч рублей. 68. Но эти граждане, как правило, достигли пенсионного возраста. Соответственно, налоговые льготы пенсионерам и ветеранам труда в 2022 году в этом плане совпадают. 69. Базу разрешается уменьшить на указанную сумму. Только подтверждать право на это придется иначе. 69. Теперь по имуществу физлиц. На момент записи этого материала региональных послаблений обнаружить не удалось мне. 70. С учетом сказанного рекомендую пользоваться возможностью, предоставленной пунктом 10 части 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации и не платить обязательные отчисления в бюджет с одного выбранного объекта как получатель пенсии. 70. Теперь по НДФЛ скажем. Люди часто интересуются, нужно ли платить налог с заработной платой ветерану труда, если он продолжает работать, например. 70. Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации не освобождает их от этой обязанности, к сожалению. Вычетами обладатели этого звания пользуются на общих основаниях. 70. Но тут важно отметить. НДФЛ относится к федеральным налогам, поэтому региональные власти не вправе уменьшать его для отдельных категорий плательщиков. 70. Вопрос, как получить налоговый вычет по НДФЛ, заработной платы ветерану труда, пенсионеру МВД в 2022 году, например, решается в обычном порядке. 70. Но для людей, достигших пенсионного возраста, предусмотрен дополнительный бонус. 70. Имущественный вычет в размере, затрат на покупку жилья и вывод у ипотеки им разрешают переносить на три предшествующих периода. 71. Здесь достаточно изучить соответствующие нормы НК РФ. Например, как подать заявку на скидку транспортного налога ветерану труда, рассказывается в статье 361.1. 71. Имущественного в статье 407. Во всех случаях необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу по форме, содержащейся в приложении 1 к приказу ФНС России от 14 ноября 2017 года, номер ММВ-7-21-897. В нем, в частности, указывают объект, которому надлежит применять льготный режим. 71. Ну и документы, конечно. Самое важное в этой всебюрократической истории к заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие право на послабление при его налогообложении. 71. В нашем случае это, конечно, копия упомянутого высшего удостоверения. Его реквизиты необходимо вписать в тело заявления. Документы на машину и участок ФНС требовать вообще не вправе. 71. В декабре 2018 года по инициативе тогда еще временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова был учрежден праздник «День ветерана труда», датой которого выбрано 2 мая. 72. В городской закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге внесены соответствующие изменения. 73. И теперь Северная столица единственный в России город, где официально существует такой праздник. 73. Но поскольку данную беседу могли слушать граждане нашей необъятной Родины и из других регионов, мы с вами охватили законодательные акты, регулирующие статус ветерана труда не только в Санкт-Петербурге. 73. Но я и попытался как-то до вас донести то, что его необходимо получать абсолютно везде, вне зависимости от того, в каком регионе вы проживаете, если вы имеете на это право. 73. А если вы еще молоды, если ваша трудовая деятельность только начинается, то обязательно проверьте документы и трудовой стаж своих родных и близких, своих бабушек и дедушек, своих пап и мам. 73. Возможно, окажется, что кто-то из них имеет право на получение этого статуса. 74. И вы окажете значительную услугу с одной стороны своим близким людям, поможете им, получается, и финансово, и материально, и позаботитесь о них. 74. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, вы не будете правовым нигилистом. 75. То есть вы воспользуетесь всей совокупностью предоставляемых прав и возможностей нашим государствам. 76. Обеспечите дополнительную социальную защиту пусть одному, но еще одному гражданину Российской Федерации. 76. Вот такая важная, но и непростая, потому что в ней много нормативных правовых актов сегодня я озвучивал, у нас сегодня с вами получилась беседа. 76. Уважаемые слушатели, молодые и заслуженные, обращайте внимание обязательно на все налоговые льготы, на все возможности, которые наше государство предоставляет для вас. 76. Относитесь серьезно к нормативным актам, которые регулируют ваше социальное, имущественное положение. 76. Потому что может оказаться, что вы много лет имеете право на получение каких-то льгот и не пользуетесь ими. 77. Поэтому не стесняйтесь обращаться в публичные центры правовой информации, если таковые имеются при библиотеках вашего региона. 77. И там, я думаю, вам всегда помогут разобраться с тем, какие права у вас есть дополнительно. 78. А с вами был Кузнецов Александр Олегович, библиотекарь библиотеки правовой и экономической информации. 79. Огромное вам всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok